Ни для кого не секрет, что положительные эмоции продлевают жизнь. Сегодня наша команда заглянула на папи-йогу, которая набирает популярность во всем мире. Йога – отличный способ порадовать свое тело, расслабиться и обрести баланс. Но сейчас обычной практикой никого не удивишь, поэтому все чаще стали открываться места, где предлагают провести занятия вместе с животными. Одна из таких студий находится в Минске. Мы с моим молодым человеком сидели в интернете и увидели, что существуют такие занятия. И они развиваются по всему миру. А я, как огромный любитель собаки, захотела такое мероприятие посетить. Проанализировав, мы поняли, что в Минске подобных занятий не существует и решили стать первыми и единственными. Четвероногих малышей выпускают не сразу. Сперва идет разминка и обычная гимнастика, где под чутким руководством тренера прорабатываются определенные группы мышц. Партерная гимнастика – это комплекс упражнений, направленный на проработку и развитие мышц тела, включающих в себя силовые упражнения и элементы растяжки. Наши занятия длятся час-десять, 40 минут люди занимаются партерной гимнастикой, и далее 30 минут мы совмещаем партерную гимнастику с взаимодействием с щенками. Мы запускаем в зал щенков, и начинается приятный момент, когда люди взаимодействуют с щенками с помощью игрушечек, которые лежат на их позе гимнастических ковриков, привлекают их к себе, ну и, скажем так, играют с ними. И вот он момент, который я ждала больше всего. Какие карапузы! Какая прелесть! Конечно, щенки берут на себя много внимания, я скажу вам по секрету. Я уже и забыла, что делать можно, а что делать нельзя со щенками, если честно. Их так хочется поднимать, целовать и жмякать, а правила-то нужно соблюдать. Основные правила – это нельзя покидать переделы коврика во время, когда щенки находятся в зале. Также щенков нельзя принуждать к игре. Запрещается поднимать их выше уровня плеч в сидячем положении, дабы не навредить, не уронить. На этот раз в студию приехало 10 щенков породы Чихуахуа. Малыши очень контактные, любопытные и ласковые. Что это за красотка такая блондинистая в гости пришла? Здесь самое сложное в этих занятиях то, что все внимание, оно уходит на щенков. А еще при этом нужно заниматься йогой. На занятиях уже успели побывать щенки Аки Таина, Добермана, Золотистого Ретривера, Французского Бульдога, Корги и не только. Сюда их привозят сами заводчики. Это социализация для моих щенков, потому что щенки живут за городом, знакомство с ними, знакомство с Новым Миром, запахи, знакомство с людьми, потому что щенок в 2 месяца уже все-таки должен общаться с человеком, не просто с заводчиком, не просто с его семьей. Для того, чтобы психика была ровная, как многие боятся, собачка гавкает, всех пугается, это не потому что она такая, а потому что в свое время он недообщался с людьми. Какие у вас впечатления от таких занятий? Только самые позитивные, такого рода терапии на самом деле. Да, спасибо большое организаторам, заводчикам, что проводят такие мероприятия, где можно окунуться в такую милую атмосферу, насладиться таким дружественным отношением, такое на самом деле даже не описать здесь, очень приятно. Папи-йога – это радостная и полезная практика, сочетающая в себе физическую и умственную пользу с эмоциональной поддержкой от общения со щенками.